Среди всех этих разговоров о Национальной службе безопасности и о том, как закодировать свои данные, вам должно быть интересно, есть ли способ сохранить вашу онлайн-деятельность, так сказать, в секрете. Это программное обеспечение под названием ТОР. ТОР расшифровывается как луковый маршрутизатор. Почему именно луковый? Потому этот овощ состоит из множества слоёв. ТОР — это бесплатная программа, которую вы можете скачать на свой персональный компьютер или смартфон, и которая сделает ваши данные анонимными. Как она это делает? Ну, примерно так. Она берёт ваши данные и раскидывает их по нескольким узлам данным по всему миру. И эти узлы владеют только лишь одной информацией — куда дальше передать ваши данные. И таким образом, ни один человек или секретная служба не могут определить, откуда данные пришли или куда они направляются. В настоящее время ТОР использует около 4 миллионов человек. Раскидывание всех этих данных по миру существенно снижает скорость. И ещё. ТОР не сравнится с флеш-плеером, и поэтому смотреть с помощью ТОР онлайн-видео в высоком качестве — сложная или вообще невыполнимая задача. ТОР буквально сводит с ума Службы национальной безопасности. Потому она великолепно маскирует ваши онлайн-данные. И кого Служба национальной безопасности должна поблагодарить за разработку этой суперэффективной программы для маскировки данных? Ну, вообще-то её придумали в военно-морском флоте США. Оказалось, что большая часть средств на её разработку поступила из военного флота, госдепартамента Пентагона. Это потому, что люди могут использовать ТОР для различных благородных целей. Она используется частными адвокатами, диссидентами, журналистами и другими. Однако анонимность может понадобиться категориям граждан с далеко неправильными намерениями. И поэтому в число пользователей ТОРа входят наркодилеры и террористы. Довольно-таки жёсткая компания. Тем не менее, если вы хотите остаться невидимым в онлайн-пространстве, то нет ничего лучше ТОРа.